Продолжение следует... Продолжение следует... В Ленинградском БДТ народный артист Лебедев. Он так через полотенце подтягивал второй рукой. Но это все шутки. Ну такой совсем новогодний вопрос. Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье? Смотря, что закусывает. Каждый помнит эту шутку. Бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный хороший результат. Вот реально. Без всякого экстремизма. Вы предпочитаете больше всего огурцы или помидоры? Смотря, что закусывает. Ну, как бы, само собой разумеется. Просто я, честно говоря, стараюсь не говорить об этом. Хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Россия, любимая наша страна. Наши свободные Братских народов Союз вековой От южных морей До полярного края Раскинулись наши Леса и поля Наши свободные И там моя Муга Славься Отечество Наши свободные Арава края Раскинулись наши Леса и поля Одна ты на свете Одна ты как Спасибо вам огромное. Это мой вопрос. Можно спросить на немецком, пожалуйста? Можно на немецком спросить? По-немецки можно. Мы все знаем, что Вы петер Раскин Арава края Я расскажу потом. Раскин В 1914 году, господин Президент, Украина была частью Австрии. И что это должно означать? Какие у вас предложения? Это означает, что Украина сегодня, сто лет спустя, Я уже боюсь дальше вас слушать, что вы скажете. Вы знаете, я редко встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, и они часто смотрят на меня и говорят, я не верю, это ты или не ты. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Но что касается искусственного интеллекта. Да, это мой первый двойник, кстати сказать. И вот отвечаю. Очень важно человеку осознавать, что он что-то умеет делать своими собственными руками. Я уже говорил об этом публично и с гордостью могу еще раз повторить. Я вот в стройотряде работал, мне была присвоена квалификация плотник четвертого разряда. Я до сих пор этим горжусь. Хотя я не стал плотником пятого или шестого, но у меня, как видите, по-другому сложилась судьба. Но я вот это помню и с удовольствием об этом говорю. Потому что научился что-то делать своими руками. Это важно. Я плотник четвертого разряда. Знаю, как окна строить. Не беспокойтесь. Расширять умеете? Расширим, если потребуется. Такой вопрос. Вы недавно говорили, что как плотник четвертого разряда, знаете, как делать окна. У меня такой вопрос. Какие еще профессии, какими профессиями еще вы владеете? Смотрите. Я получил этот разряд, четвертый разряд, в студенческом отряде, когда работал в Коми СССР. Ну, там все очень просто было. Для того, чтобы платить нам определенные деньги, а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали, нужно было начислять эти деньги. И для того, чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующие разряды присваивали. Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьезную квалификацию, но формально разряд такой был. Наши ребята участвовали в космогроме «Восточном», в строительстве олимпийских объектов, в Сочи. По поводу того, что я плотник четвертого разряда, я даже не знаю, как это все было оформлено, но она у меня до сих пор сохранилась. Оформлялось это по-честному. Мы определенный объем работы выполняли. В данном случае занимались капитальным ремонтом небольших домов. Крыши сносили. Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, я поднял этот вопрос, он говорит, ну не может быть. У тебя есть доказательства? Я говорю, да. Я был готов к этой беседе и дал ему доказательства. Он посмотрел. Знаете, что сказал? Ну, я прошу прощения, да? Но так было. Я процитирую. Он говорит, ну я им надеру жопу. Я предложил им работать втроем. Россия, США, Европа. Сказали, очень интересно. Меня спросили, ты серьезно? Я говорю, абсолютно. Я говорю, представь. Масква и его сесс. Когда это было? В каком году? Ну, я не помню, вот это легко узнать в интернете, когда я был в США по приглашению Буша-старшего. И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Ну, с кем? Где гарантии? Никаких. Мало присутствует китайский бизнес в США. Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Ограничивается 2021 год. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Совсем скоро он станет частью истории. А нам предстоит идти вперед, созидать будущее. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями. Радовались успехам. И были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Тех масштабных целей, которые стоят перед обществом. И той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас. Дорогие друзья, через несколько секунд наступит Новый год. И во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное «С Новым годом, с новым счастьем». Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искренние желания порадовать близких. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Наступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья – это, безусловно, та, где растут дети. Где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2022 годом! С праздником вас, дорогие мои! С новым 2024 годом! С Новым годом! КОНЕЦ КОНЕЦ